Я показываю вам депутаты и пане президенты нашу Украину, то есть трасса Олександрия-Кривый Рег. Дякую вам за то, что спи***ли эти бабки. Что Кузьму уничтожили только по той причине, что он был один из первопроходцев в критике тогдашнего президента Петра Порошенко. Именно Петр Порошенко не выдержал критики известного певца и его убрал. Если бы Кузьма ехал 160 км в час по мокрой дороге, как утверждают СМИ, то наверняка на бампере, дисках и номерных знаках были бы ляпы. Но ничего подобного мы с вами не наблюдаем. Кстати, если доверять показаниям друзей, то они утверждают, что Кузьма никогда не гонялся за большими скоростями. И он всегда ехал тихо и аккуратно. А теперь послушайте очередную ложь так называемого свидетеля, который был очевидцем этого ДТП. Был гололед, и его машину снесло в сторону молоковоза. А вот видео из регистратора позже подъехавшей машины. Полностью опровергает эти показания. Или кроме луж вы где-то видите гололед? А теперь только послушайте, какой странный сумбур выдали все официальные СМИ с точным временем происшествия. В 8.30 внедорожных музыкантов столкнулся с молоковозом. Кузьма сдинялся сьогодні о 8.20 на 86-му километрі траси Кировоград-Запоріжжя. До словами инспекторів ДАІ, аварія сталася близько 8-го ранку. У Криворізькому районі Тойота Секвоя, якою кермував Кузьма Скрядин, врізалася у вантажівку. Нагадаймо, трагедія сталася вчора у 7-й ранку на автошляху Кировоград-Запоріжжя. Ладно, вот эти все странности со временем, но посмотрите дальше. Ведь дальше идет уже откровенная ложь СМИ. Слышали? Лоб в лоб. Но почему тогда передок молоковоза не поврежден? И даже не задеты номерные знаки. Знаете, сразу видно, что ликвидация Кузьмы была состряпана на скорую руку. Было сделано топорно, все грубо. Ну, иначе, как объяснить откровенные противоречия в показаниях СМИ? Пассажирку загиблого співака шпитализовали до лікарні разом із водієм молоковоза і його супутницею. Дій вантажівки відбувся легкими забоями і від шпиталізації відмови. По мне надо быть совсем полоумным, чтобы не понимать, что дело очень темное. И, скорее всего, Кузьму ликвидировали, как и ликвидировали в свое время претендующее на полном серьезе на президентский пост Вячеслава Черноула. Почему его ликвидировали? Потому что он последние три месяца почем зря профинил действующую власть. И говорил то, о чем следует молчать. Вероятно, некоторые персонажи просчитали, что Кузьма в 2019 году будет одним из главных претендентов на президентский пост. Его уговорят, и он победит Тимошенко, Порошенко и прочую мерзость. Потому, собственно, Правдолюба Кузьму таким образом превентивно ликвидировали. Я бы хотел расстрелять всю Верховную Раду и повечить всех президентов. Вот у найближчі плани. Потому, что пока то не поменяется, будет бардак. А я того бардака не люблю. Чего вы багато украинцев нового? Нового президента, нормального, хотя бы единого патріота, а не пид... Мне прекрасно понимают, что вся эта пизда, где в Верховной Раде, то все має бути стреляно. Это часть геноцида. Потому, что те же самые десантки сказали, что они зловили российского офицера полковника. Запхали ему 20 окей в око. И випитывали его про суперзавдание, чему они все-таки... Чому вот та война йде, вот та я его найду. И сказал пока еще молодняк. Максимально. Но двох полтурних пацанів, потому, что там абсолютно нема. И черную металлогию развалили, ему вывезли. Основная масса. Чего зараз не збирається в Майдан? Уже рік. По моему приводів є ще більше, чем з Януковича, розуміше. Загинуло вже стільки небесних сотень. По-моему, кожен день небесно сотня. Красные двоздики, украинский флаг и свечи. Здесь погиб известный музыкант Андрей Кузьменко. Или, как он сам себя называл, Кузьма. Совпадение? Не думаю. Продолжение следует.